В истории про археологов, которые вскрыли храм Гроба Господня, есть сразу несколько аспектов, которые обычно в новостийных лентах так особо не обсуждаются. Только в каких-то, может быть, специальных, которые массовые читатели не просматривают. В Израиле, особенно Храмовая гора, это место, понятно, сосредоточения многих представлений о религии. Это не религиозная история, но кроме этого, даже не будучи религиозным человеком, можно осознать, что это Храмовая гора, те события и те места, которые на ней есть и сегодня, их можно посмотреть. Это сосредоточение еще и в принципе всей человеческой истории, ее основы, ее фундамент. И в общем, когда современная, как мы считаем, наука... А что такое наука? Вот еще, например, века два назад большое болезнение лечили кровоопусканием, но это считалось современным методом, как сегодня УЗИ или энцефалограмма головного мозга. В общем, примерно та же самая была история, просто в масштабах. Всегошняя наука тоже, вот они открыли Храм Гроба Господня, они там сделают какие-то замеры, какие-то выводы, промеряют. Там радиоуглеродный анализ бывает у археологов, такая штука. И сомневаться в выводах археологов большого человечества не будет, поскольку это наука, ученые, официально это не какие-то байки, да, там из каких-то древних книг, а приборами они все измеряют. Но все-таки очень тонкое место, Храмовая гора в Иерусалиме здесь. И очень осторожно науке надо заниматься такими вещами. Мы не будем сейчас оспаривать науку, археологию, историю, хотя те, кто изучали историю, занимаются историей, понимают, что это очень странная вещь. Мы сегодня-то во многих вещах не можем разобраться. Мы до сих пор не понимаем, кто сбил этот малайзийский Боинг. Мы не знаем, кто убил Кеннеди. Есть прочие много загадок, вопросов, которые... Такое ощущение, что никогда не будут решены. Историки, соответственно, вмешиваются в какие-то пласты. Они их, конечно, доказывают. Там есть несколько форм доказательств, подтверждения исторических фактов. Но, тем не менее, историки вмешиваются в пласты, которые принадлежат эпохам 100 лет назад, 200 лет назад, 500 лет назад, 2000 лет назад, 4000 лет назад, 5000 лет назад. Это Иерусалим, это Израиль, который вокруг, это все земли, события, на которых здесь по соседству происходили 5000 лет назад. И, в общем, они тоже хорошо описаны и некоторые из них подтверждены. Так вот, когда историки вмешиваются и меняют саму суть истории, то это не может не сказаться на геополитической обстановке в мире. Да, может быть, не сразу, но какие-то следы этого вмешательства и какие-то, прямо скажем, эффекты от этого вмешательства, они, конечно, будут ощущаться уже очень скоро, даже не в масштабах истории, а в масштабах человеческой жизни. Там 3-5 лет, может быть, сразу. В общем, надо внимательнее читать новости, особенно про то, что происходит в Иерусалиме. В Иерусалиме просто так ничего не происходит за последние 2000 лет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!